Товарищи Красноармейцы и Краснофлотники Товарищи, в тяжелых условиях приходится праздновать сегодня 24-й годовщину Октябрьской революции. Вероломные нападения немецких разбойников и навязанная нам война создали угрозу для нашей страны. Мы потеряли временно ряд областей. Враг очутился у ворот Ленинграда. Враг рассчитывал на то, что после первого удара наша армия будет рассеяться. Наша страна будет поставлена на колени. Но враг здесь как-то просчитался. Несмотря на временные неуспеши, наша армия и наш флот героически отбивают атаки врага на протяжении всего фронта. А на сей мутероний в урон. А наша страна, вся наша страна, организовала средний боевой лагерь, чтобы вместе с нашей армией и нашим флотом осуществить разгром немецких захватчиков. В год никогда наша страна находилась в еще более тяжелом положении. Вспомните 1918 год, когда им праздновали первую годовщину Октябрьской революции. Три четверти нашей страны находились тогда в руках иностранных интервенторов. Украина, Кавказ, Средняя армия, Урал, Сибирь, Дальний Восток были временно потерями нам. У нас не было союзников, у нас не было красной армии. Мы ее только начали создавать. Не хватало хлеба, не хватало вооружения, не хватало армургирования. 14 государств населяли тогда на нас. Но мы не уливали. Не падали, в одну войну организовали под нами красную армию и превратили нашу страну в военную лагерь. Суфт Великого Ленина возглавлял нас тогда на войну против интервенторов. И что же, мы разбили интервенторов, вернули все по своим территориям. И добились победы. И тое положение нашей страны куда лучше, чем 20-30 год у нас. Наша страна по многу раз богаче будет и промышленным услугам, и продовольственным, и сириумам, чем 20-30 год у нас. У нас есть теперь союзники, державшие вместе с нами, единицей, против немецких захватчиков. Мы имеем теперь сочувствие и поддержку всех народов Европы, оставшихся в противовидительной русской деянии. Мы имеем теперь замечательные армии, замечательные флотки, против отстаивающих свободу и независимостей нашей войны. У нас нет серьезной захватки ни в протокольстве, ни в вооружении, ни в облудировании. Вся наша страна, все народы нашей страны отбирают нашу армию, нашу плоту, хватает им разбить захватнические органы немецких фашистов. Наши людские резервы не исчерпают. Разве можно сомневаться в том, что мы можем и должны победить немецких захватчиков? Враг не так силен, как и изображает некоторые перепуганники интеллигентники. Не так страшен черт, как и он волью. Кто может отрицать, что наша Красная Армия не раз обращала в политическое декство в хваленные немецкие войска? Если судить не по хвостным заявлениям немецких пропагандистов, а по действительным доложениям, Германии не трудно будет понять, что немецко-фашистские захватчики стоят перед катастрофой. В Германии теперь царит голод и обнишание. За 4 месяца войны Германия потеряла 4,5 миллиона солдат. Германия истекает кровью, ее людские резервы истекаются. Дух возмущения овладевает не только народам Европы, подпавшими под его немецких захватчиков, но и самим германским народам, которые не видят конца войны. Немецкие захватчики запрягают последние силы. Нет сомнений, что Германия не может быть этого, долго такого напряжения. Еще несколько мастер, еще полгода, может быть годик. И гитлеровская Германия должна лопнуть под тяжестью своих преступлений. Товарищи Красноармейцы Краснофлотцы, командиры и политработники, партизаны и партизанки, на вас смотрит весь мир, как на силуспособные уничтожить, разбойниче, гордые немецкие захватчики. На вас смотрят все народы Европы, временно подпавшие под игрок немецкой тираны, как на своих освободителей. Великая освободительная миссия выпала на вашу должность. Будьте же достойны, приехавшись. Выведет эту войну освободительную, справедливую. Пусть в этой войне вдохновляет вас мужественный образ наших великих предков. Александра Невского, Дмитрия Донского, Узнеменина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова. Пусть осенит вас непобедимое знамя Великого Ленина. За полный разгром немецких захватчиков. Смерть немецким оккупантам. Наздравствует наша славная Родина. Ее свобода, ее независимость. Под знаменем Ленина вперед в победу. АПЛОДИСМЕНТЫ